Еще года два-три назад мы даже не могли подумать о том, что Майнкрафт может превратиться в реальную жизнь. Тогда только начиналось видео в стиле Майнкрафт в реальной жизни или же реалистичный Майнкрафт. Но все это делалось посредством редактирования видео в программе для монтажа. А что если я вам скажу, что уже этой осенью вы сможете играть в Майнкрафт в реальной жизни? Я вас заинтриговал? Тогда поехали с новым выпуском Майнкрафт Открытий! Если ты задаешься вопросом, куда тебе сходить и как найти друзей, то Мачебрашка как раз для тебя. С ними тебе обеспечены встречи и знакомства. Очень простое и удобное приложение. Скачиваешь бесплатно приложение, регистрируешься, смотришь на карте интересные места и мероприятия. Предлагаешь пользователям присоединиться к тебе или откликаешься на чужое предложение. Например, просто пишешь «давай встретимся» и все. Ты уже завязал интересные знакомства и наслаждаешься общением с новыми людьми. Гуляешь по городу или занимаешься спортом с компанией. Миллионы людей во всех концах света, как и ты, ищут новое знакомство и друзей для тусовок. Принимай приглашение, размещай свои заявки, смотри фото о мероприятиях и присоединяйся. Ссылочки в описании. На конференции Apple WWDC, которая прошла 5 июня, вместе с обновлением iOS 11, была представлена и новая платформа дополненной реальности AirKit, которая будет встроена в устройство Apple. С ее помощью программисты смогут разрабатывать приложения, которые могут совмещать на экране устройства изображения, полученные с камеры и виртуальные объекты. Операционная система iOS 11, которая будет поддерживать эту технологию, пока еще не вышла. Пока вышла только бета-версия, но разработчики уже успели написать ряд приложений, среди которых есть разработка программиста Мэтью Халберга, который дополняет нашу реальность блоками из Майнкрафта. Мне это напоминает версию Майнкрафт для Хололинз, которая была продемонстрирована на Майнкон 2015. Речь не идет о создании специальной версии Майнкрафта, пока просто это альтернативное приложение, которое использует блоки из игры для демонстрации возможности AirKit. Но все равно выглядит впечатляюще. К сожалению, ничего пока не известно про Android. Выпустили такую же версию Mojang на Android или же нет? И это дело времени. Скорее всего, что да. Все-таки по данным Mojang из всех пользователей, которые играют в версию карманного издания, больше тех людей, которые играют на Android. Так что на некоторое время давайте забудем о войнах между Android и iOS, ибо она ни к чему хорошему не приведет. А вы в свое время можете написать в комментариях, на какой платформе играете именно вы, и ждете ли вы Майнкрафт с дополненной реальностью. Лично я жду, ибо видео сразу дает знать, что этот Майнкрафт будет реально крутым. Блоки остаются на месте, никуда не двигаются, только вот странно, почему когда игрок нажимает на лозрит, то появляется блок алмаза. Но это же бета-версия, мы пока что не знаем про это ничего. Я знаю лишь то, что AirKit будет присутствовать только на более новых моделях айфонах. Это айфон SE, айфон 6s, 6s+, 7, 7+, и айпад про. Если вы очень сильно просите, я могу установить эту версию Майнкрафта и поиграть в нее. Помогите мне собрать 5000 лайков, и тогда я сразу же сниму видео о том, как я играю в Майнкрафт с дополненной реальностью. Мы это возможно сделать, я верю в это. Надеюсь, вам было интересно. Питаю надежду, что вы узнали что-то, что не знали когда-то. Если этот материал тебе понравится, ты в любой момент можешь ставить лайк за мои старания. Также не ленись, подпишись на канал и на небольшой колокольчик не забудь нажать. И вы будете получить оповещение о том, когда выйдет следующий ролик. Я с вами прощаюсь, держитесь. Меня зовут Неркин и мы от вами открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся.